Продолжение следует... Сергей Анатольевич, мой учитель. Учитель пишется на Востоке с большой буквы У. Сергей Анатольевич, очень многому то, что я, допустим, сейчас делаю вот в такой вот документальной фотографии, как это принято назвать, жанровые фотографии, очень многие вещи мне прибил Сергей Анатольевич. И для его мнения, для меня приоритетно, когда касается моего какого-то творчества и что, допустим, показать людям, а что сразу стереть с компьютера. Вот мнение Сергея Анатольевича для меня приоритетно. Он учитель и будет им до конца моих дней. Я хочу представить вам замечательного фотографа и, по-моему, слово гениального, подходящую звезду на постсоветском пространстве, на мой взгляд, фотографическом, Анзура Кубарского. Я очень рад, что Анзор согласился на наше предложение приехать и выступить перед московской аудиторией, рассказать про себя, потому что он живет и делает такие замечательные карточки, а мы даже не знаем, что за этим стоит. Это очень интересно и очень познавательно, как бы с фотографической точки зрения, послушать этот опыт. Ну, встречаем Анзора Мухарского. Спасибо огромное. Вчера это был очень насыщенный день, а я ждал сегодняшний день, именно встречи с вами, потому что главная цель моего посещения Москвы и приезда сюда, именно встреча с вами. И Паша сказал, что я должен рассказать о себе. Ну, я хочу прежде всего рассказать, я вам не люблю говорить много о фотографиях, я люблю делать фотографии, а не разговаривать о день. Да, и рисую я довольно неплохо и до недавнего времени, может быть, я считал, что я рисую лучше, чем фотографирую. Ну, потом друзья, которые художники, они меня убедили, нет, все-таки ты фотографии не пришлось, чем рисуешь, и, может быть, это послужило толчком, что я стал больше заниматься фотографией, и даже уже на протяжении 6-7 лет я забросил рисование. Хотя, художник, график, все, что я когда-нибудь добивался, не важно, там, в искусстве, в личной жизни, там, в общественной, там, и прочее, прочее, я все делаю из зависти. То есть, зависть, это самая главная мотивация в моей жизни, зависть, злость и даже, можно сказать, агрессивность. Я, вот, какие-то вот результаты, я добиваюсь, вот этих вот чувств. Если, я могу вас обмануть и сказать, из любви к искусству, из прочего, но я вам сказал честно, потому что я, Паша, только не ври, но перед этим, я говорю, Паша, ну, можно хотя бы, не ври, рассказывай правду, потому что люди живут от тебя истинные, 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 ну, хорошо. Так вот, я вам признаюсь, как на духу, я все делаю беззависти. А вот, когда появился у меня компьютер, когда появился компьютер, ну, я решил зарегистрироваться в социальных сетях. То есть, это стало побудительным мотивом, как я купил свой, опять, то есть, купил фотоаппарат. Мой замечательный первый фотоаппарат, это колико-ревью 100, потом я уже со временем узнал, что это называется, как там, жанр ню, а тогда это просто казалось, ух ты, а не может быть. И очень, это не реклама, ничего, я просто вам говорю, что есть такие сайты в сети. Потом, со временем появился, фотографер точка ру, и я смотрю, ставлю свои картинки, и вдруг, такие комментарии туда, там идут, остой, шум, ну, мне же интересно, что такое шум. Я включаю колонки, никакого шума. О, это да, это пленка, в общем, это заново. А это что такое, это стоит, ну, в общем, на свои. Вот, ну, и, я думаю, может, фотоаппарат у меня не такой. Ну, на хороший фотоаппарат, естественно, тогда, допустим, даже, там, 5-мегапиксельная камера стоила, там, около 1000 долларов, может быть, там, выше. Вот, и возможности нету, и, а вот эта 1,3 мегапиксельная, моим запросом уже не отвечает. Я купил пленочную камеру, просто тоже конику, тоже где-то, правильно, 100 долларов. В общем, вот, я человек одинокий, и это, возможно, не разведенный. Вот, и тепляюсь за каждую, за каждую возможность пообщаться, а тем более в зале столько красивых девушек. Вот, и поэтому для меня это, в самом деле, это счастье, это видеть вас и с вами общаться. Вот, ну, вот здесь в Кабюночке научился формируем, и я сейчас расскажу замечательную историю, как я отиделся с одного фотографа, он стал фотографом. Вот, теперь, здесь отбомнись, можно? А вот мне вопрос такой, ты Бухарский или Зальдан? Да, хороший вопрос. Я-то знаю. Да, да, очень своевременный вопрос. Значит, уже года три, наверное, я прошу даже, когда я даю свои картинки на публикации, я прошу писать авторство, как Анзор Бухарский, не как Анзор Салиджанов. Ну, какой-то он году мне будет 45 лет, и я бы поменял паспорт даже и сделал Анзор Бухарский паспорте. Но будет как-то некрасиво по отношению к моим детям, они же все Салиджановы. Почему я стал документалистом? От злости. Сейчас я вам объясню. Сейчас я вам расскажу, как это получилось. Приходят мои замечательные коллеги и мои прекрасные друзья, приходят ко мне в галерею. Тоже что ли фотографии видишь? Я говорю, да, это баловство. Ну, 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 ничего так. Я говорю, ну как ничего? В интернете сказали, что это замечательно, браво, поэстерные звали. А эти, да, а эти говорят, ничего. Ну, нет, не вдомек. Я говорю, слушай, а давай этот как-то. Я у тебя побежу в Галилее на несколько своей картин. А ты у меня, да, ну, типа так, внимание, ну, ты же не фотограф. Я говорю, как не фотограф? Ну, это же не фотография, да, это что-то. Калаж, да? Я от обиды? Ну, я говорю, хорошо. Я не фотограф. Я сильно затаил обиду на этих. Еще раз ходил его в галерею. Я говорю, подожди, что он фотографирует? Посмотрел, да, 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 жанр, так. Все, ну, подожди, я попробую. Начну фотографировать вот такую чистую фотографию, да? А подход к ней был как к этим фотошопным изображениям. Я старалась там что-то улучшить цветом, там что-то там, замазать какую-то лишнюю деталь, да, к примеру, там, допустим, глаз раскрыть, к примеру, тень, тень там, это самое, подсветить. То есть фотографирую вроде бы жанр, а ход-фот или был очень как к этой, как там, как в фотошопном изображении. Если она заведомо снята, нормальная картинка, там, нигде, там, где-то, там, закосов, там, береги. Зачем ее стараться улучшить то, что уже хорошо, да, то есть лишние манипуляции в компьютере. Мы можем, часто мы просто делаем картинку хуже. Или, там, допустим, я смотрю, там, фотографий такой-такой-такой-то получил, там, какую-то там премию. В размере я смотрю, так, а-ха, премия так, сколько, 20 тысяч лет. Смотрю фотографии. За что? И что ли там, жюри, не могу понять, да, то есть мой мозг еще не работал в этом направлении. Только потом уже перемолол, огромный, 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 вот это, какой-то багаж вот с этими фотографиями, воспитывал я сам себе воспитал вкус. У меня нету учителя в том понимании, которое, допустим, есть, скажем, у вас, вот здесь, у вас есть учитель, да, Паша, господи, например, вы можете, то, что-то, что-то непонятно, при типаж, а как вот так вот тогда? Из-за того, что сломался башмак на моей FZ-30 Panasonic Lumix, сломался башмак, и я вынужденно пошел фотографировать на улицу, и делал, а там, на этом фотоаппарате объектив вообще страшно подумать. Смотрите, смотрите внимательно, фокус на расстоянии, 35-420 мм, 35-420 мм, объектив замечательный, но это, так, мы же не с парасоником, да? Ну, что он дает? Он давал мне возможность не подходить к людям близко, и таким образом я привыкал к уличной фотографии. Но уличную фотографию, потом уже я и на практике, и уже общаюсь с другими фотографами, читая комментарии там к своим и к чужим фотографиям, я понял, что на теле вот этих вот расстояниях снимать не то, что не рекомендуется, ну или там не принято, она становится неинтересной. Конечно, есть моменты, которые физически фотограф не может по каким-то причинам подойти близко и сфотографировать, но все же уличную фотографию, если о ней там начать тему, лучше снимать как можно ближе. Многие фотографы, и я, в том числе, не исключен, если какая-то красивая, допустим, какая-то вот сложилась картинка там из дальних объектов, чтобы ее заполнить, я, конечно, потерпел, подожду, там, может быть, пробежит и бог пошел, там, собачка. Ох, это было бы замечательно, а если бы это люди будут, это было бы еще лучше, конечно, часто просматривая какие-то фотографии друзей там или самое, мы шутим так и говорим, слушай, но если бы на твоей фотографии, если бы они оба были голые, цены бы не было этой фотографии, да. А бывает так, что это, вечером выставляешь фотографии в интернете, а с утра, значит, трезвеешь? Можешь не закатить регулярно. Я не говорю, о, я раз приехал, я же 20 километров пропилил, да, на береге, да, нужно как минимум там 300 картинок, да, все. Нет, нет, бывает, честно, я иду, приеду домой, вообще ни одной, там, мне 15 штук, там, то, небо, то, там, ворон, то, да. Мне кто-то спросил, недавно, а ты делаешь плохие фотографии? Я говорю, конечно, а что, я говорю, я же, я что, не человек, что ли, пешками? Другое дело, что я их не показываю, эти плохие фотографии, да, вот, а я говорю, что, какое чудесное, вы сами, да, выглядели такое? Она говорит, мы взяли на вес 2, вот, я говорю, да, ну, да, не может, мне теперь нужно так, надо нежно ее зажечь, чтобы она сама не поняла, но оказалась под моим влиянием. Да, ну, не может, я вам честно говорю, эй, там, Зухра, она, а, там, там, из 1, тот, плакал, где, какой, вот, красный, вот, как у меня, захранить, не надо, а, дады, 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 дад фотографирую вы рассказали вот третий видите мужчина сможет только на параметры а женщина на деталях а вот я не заметил и длины вроде потом когда я уже третью четвертая я стараюсь максимально невидимым и максимально списаться чтобы на меня как можно меньше не уделяли понимать для этого естественно я если я в городе хожу и пытаюсь себя себя притвориться туристам кортикортикортик я хожу там какой-то кип или там шляпит такой шляпка пола там и того кроссовочек и тихика притвориться туристов различных конфликт ситуация которая будет что то здесь то здесь я я стараюсь быть тихо будут анзорный билет обратно собираем деньги если захочет купить за 30 рублей всего лишь можно открыть купить азор и подпишет чтобы унести в частичку этого этой встречи с собой сейчас вот Ты деньги, а они счастливые.